так ну что привет криптонавты вы на канале криптокоменс сегодня постараюсь недолго вас грузить и покажу кусочек интересного нового интервью рауля пала которая делала специально для канала крипталек если вы не подписаны на него тоже подпишитесь ссылку оставлю в описании ну что биткоин у нас штурмует новый all-time хаи это уже вполне видно на всех таймфреймах но вот на месячном если мы посмотрим хайка наши месячные бычья картина и все ждут коррекции что сказал сизи в своем твиттере отличная тема на самом деле this will become that то есть вот это станет вот этим и я об этом много раз тоже говорил всегда в своих видосах и телеге пишу что мы сейчас находимся где-то вот здесь вот здесь переписываем максимум и вся вот эта прайс история история цены станет просто вот такой ровной линии с учетом того что до каждый новый цикл вот если мы посмотрим мы с вами так и делали если смотреть не в логарифмической шкале мы вот так вот выстреливали потом консолидировались и выстреливали еще жестче потом опять консолидировались и выстреливали еще жестче и с этой точки зрения еще хочу вас предостеречь на тему того что куда бы сейчас не пошла цена давайте на недельки переключимся чтобы понять не было все конечно ждут коррекции в какой-то момент чтобы пониже перезайти да там к сетке средних скользящих или куда-то что мы хотя бы опустимся но фишка то в чем может даже такого часа не быть то есть может быть коррекция просто она случится позже скажем если мы сейчас просто выстрелим на 30 тысяч представьте такой вариант я не говорю что это будет то мы потом скорректируемся даже до тех же 20 обратно и уже как бы хорош и сетка уже туда переместиться многие не берут просто во внимание что да в предыдущий цикл когда мы переписывали исторический максимум вот мы скорректировались аж дважды да не вопрос и потом только улетели наверх и уже никогда не возвращались к этим значениям но сейчас есть такой же риск во первых что мы сейчас на той стадии когда мы по идее должны пробиться наверх и уже никогда не вернуться к этим значениям это первый риск почему не надо шортить а второе что мы можем сделать не так как в прошлый раз все ждут этого сделать так как позапрошлый раз допустим смотрите у нас тоже был некий price action здесь здесь был серьезный price action потом мы сделали овершут и вместо вот этого долгой коррекции которую все ждали видите здесь мы улетели сразу еще выше и больше никогда не возвращались к тем значениям поэтому тут как бы надо смотреть в логарифме потому что в логарифме понятней становится в целом что это за тренд и тренд это восходящий и как уже карл отметил на месячном таймфрейме вообще у нас тренд был всегда обычай то есть мы никогда не проваливались ниже сетки и мой ribbon ну и вот этой вот сетки с индикатором market cypher тоже кстати всегда отскакивали как от поддержки насчет индикатора кстати да спасибо владу из чата который нашел точную китайскую копию индикатора cypher вот market шифр этого криптофейса он так типа вообще платный но он прикольно суммирует из нескольких индикаторов и дает весьма достаточно точные сигналы вот на месячном он давал всего два сигнала на покупку таких глобальных а на недельке вот он давал сигналы на покупку весьма точно да и на более мелких таймфреймах и мы сейчас вступаем на самом деле в такую стадию на нем на недельке когда все четыре индикатора в нем которые есть должны пересечься вот так что мы видим как здесь вот эти надувающиеся пузыри и при этом зеленую линию это походу macd у него то что зеленая красная недельная macd вот если тут мы сейчас увидим все то же самое еще и зеленую волну то это будет определенный рост и короче предостеречь я вас хотел то что если в таком раскладе как говорится изи да то есть по сток туфлоу мы улетучиваемся на новые этажи то свечи дневные чтобы вы понимали станут свеча в 1000 баксов станет как свеча в 100 баксов сейчас вот у нас сейчас price action и все привыкли что здесь есть некие уровни да что вот у нас уровень all-time high что есть там какой-нибудь еще уровень все придумывают там 24000 давайте допустим долларов до самые смелые тех аналитики про что я не знаю сейчас говорят про 28 даже вроде никто не говорит ну даже 28 давайте посмотрим вот некий уровень а на самом деле если мы поговорим про дикий дикий лифт который в истории биткойна мы наблюдаем то это все станет вот так просто пофантазируем давайте сейчас что вот свеча недельная вот недельная и вот на к примеру я не говорю что это будет но берем вот так вот свечной паттерн и делаем его вот так вот условно говоря на 100 тысяч долларов но это даже на самом деле консервативно потому что судя по этим циклам даже выше его надо делать ну вот например то все посмотрите у нас средняя с вами недельная свеча будет 10000 долларов даже 20 понимаете о чем речь то есть свечи которые мы привыкли видеть что типа ну все на две три тысячи уйдет и все типа стоп поставлю там литейка и нормально это будет на 20-30 тысяч понимаете о чем я то есть сейчас биток может слетать просто конец на 40 удвоиться или даже выше судя потому что на дефай происходило и на альтах спокойно может и только оттуда скорректироваться уже как на 30 на 25 к примеру понимаете потом также на 70 улететь или выше а потом вот и о чем что движение все ценовые x10 теперь тоже умножайте и держите в голове так чтобы к разговору о стоп-лоссах и о тейках и вообще риск-менеджменте вот такая тема ну что еще можно сказать состоялся запуск эфириум 2.0 можно поздравить всех кто в этом участвует экспериментирует вот у них видос не ну люди кто залочили конечно 32 эфира сейчас насколько там на полтора или на два года по-моему это отважные ребята в стейкинг но это определенно крутой этап вот виталик с вещал короче на самом деле в эфир очень перспективы сейчас большие вроде бинанс даже запускает стейкинг у себя так что новость определенно хорошая по эфиру да и в целом по альткоинам вот мы посмотрим если мы видим общую капитализацию всего рынка до которая уже почти переписывает исторический максимум да это при том что капитализация биткоина у нас уже переписала исторический максимум с вами причем раньше чем all-time high потому что биткоинов тоже больше напечатали короче капитализация биткоина это отдельная тема капитализация биткоина это вот эта голубая линия как видите она уже выше цены так что она переписала исторический максимум еще раньше но при этом если мы посмотрим на общую капитализацию рынка то мы видим что она все еще гораздо ниже пика то есть пик всем в конце 17 года у нас был примерно на семьсот семьдесят семь миллиардов а сейчас пик в районе пятьсот шестидесяти трех миллиардов это общее а капитализация альткоинов вообще если вы посмотрите вот на пике она была 500 миллиардов а сейчас всего 200 соответственно всей вот этой общей капитализации сейчас движет в основном биткоин до который переписывает уже all-time high но при этом альткоины остаются в стороне поэтому мы видим вот эту тенденцию вот эту дивергенцию грубо говоря на графике что биток растет а общая капитализация падает и видим это в альткоинах которые вообще только начали то есть если быть альткоин быками верить в их рост в альткоин альткоином double time максимума еще по 60-70 процентов многим если не по 80 эфиру больше 50 процентов еще double time high поэтому да вот мы видим что доминация биткоина определяется сейчас своим дальнейшим направлением либо все-таки мы начнем падать что будет хорошо для альткоинов да пойдем здесь на некое двойное дно или может даже еще ниже но это будет означать массивный альтсезон либо начинает выстреливать в космос и альткоины окончательно просто грабит своих ходлеров непонятный момент тоже напишите в комментах чего вы думаете куда пойдет доминация потому что если вы альткоин ходлер то конечно вашем случае нужно чтобы она шла вниз но помните о том что она была когда-то на уровне 98 процентов то есть поэтому рынок сейчас очень волатилен надо смотреть что происходит конечно на обычном рынке самое сложное это просто усидеть в лонге но как-то так и и хочу сказать что байбит запустили новогодний баттл призовой фонда 25 5tc для участия нужно всего 001 5tc рождественский мерч от байбит и 8 айфонов 12 про прикиньте состязание в декабре регистрируйтесь по этой ссылке переходите также там дополнительные промо-коды в описании и бонусы которые стекают уже буквально через несколько дней ознакомьтесь обязательно ну вот какие-то такие мысли давайте смотреть рауля с вами был грин джо это канал crypto comments ставьте лайк если вам нравится такой контент и увидимся скоро количество биткоинов ограничено по формуле и это не может быть изменено почему это невозможно поменять потому что нет централизации нет какого-то единого органа управления который может сказать окей мы поменяем сегодня число монет настоящий момент сеть контролирует примерно 10 тысяч автономных узлов которые высчитывают все транзакции на блокчейне так что никто не может ничего поменять в этой системе алгоритмически невозможно изменить общее количество монет и вот что по-настоящему делает биткоин интересным в сравнении с золотом например новое месторождение которого всегда можно найти вон как мы видели в россии сейчас огромные штрафы за нелегальную добычу золота но это так или иначе увеличивает предложение золота на рынке или как испанцы когда открыли америку и приплыли обратно с золотом они думали что стали богаты но по факту они обесценили все вокруг себя поскольку очень резко увеличили предложение золота но вы не можете сделать так в биткоине это единственный актив в котором конечное число точно известно мы живем с вами в мире предложение и спроса мы оба это понимаем и при этом имеем дело с предложением которое невозможно изменить то есть у нас фиксированная поставка товара это похоже на искусство на предметы коллекционирования в мире всего один подлинник лилии моне поэтому он и торгуется с огромной наценкой и так что биткоин это как владеть моне с возможностью деления на маленькие частицы которые можно мгновенно передавать и хранить и это начинает звучать как очень интересные деньги окей итак вы несомненно большой бык я слушал ваши подкасты вы видите биткоин за миллион долларов за монету правильно ли я вас понял без преувеличения да давайте взглянем на это под другим углом под углом институциональных инвесторов сейчас капитализация биткоин около 300 миллиардов долларов это как средняя компания из индекса smp так что пока это звучит бессмысленно но если посмотреть на распределение доходности цены и на ее наклон вверх то становится очевидно что способность пойти наверх на 50 иксов это абсолютно нормально для биткоина каждый бычий цикл подталкивался ограничением предложения на рынке которое заранее выведено математически и что мы видим так это как цена идет наверх поскольку спрос остается прежним или идет наверх в то время как предложение падает так что движение до 1 миллиона долларов достаточно прямое и она приведет за собой капитализацию в триллионы долларов точнее извиняюсь в десятки триллионов долларов но рыночная капитализация в 10 триллионов в сравнении с другими активами это разумное значение оно не огромное капитализация золота например 11 триллионов так что это реальный актив и мы находимся все еще в стадии поиска цены ищем какова же капитализация биткоин на самом деле и вот почему мы видим такие невероятные лифты наверх это опирается на закон медкалфа поскольку это децентрализованная платформа и чем больше участников к ней подключается тем больше становится ее ценность это выглядит как блестящая комбинация технологии и денег таких вещей мы не видели ранее мы еще не имели дел с таким цифровым активом который кстати говоря по всем параметрам является самым быстро растущим и хорошо показывающим себя активом за последние пять десять лет хорошо но у нас ведь было это движение с 20000 долларов на 3000 долларов за 3-4 летний период и теперь мы поднимаемся обратно к 20000 что повлекло за собой такой пролив ну тут все циклично как и с сырьевыми товарами знаете есть сезонные циклы знаете у всего есть сезонность и здесь также есть математические циклы раз в четыре года уполовинивается награда за найденный блок награда урезается чтобы сделать вычисления еще более затруднительными по мере приближения к отметке в 21 миллион монет а где мы сейчас находимся в плане майнинга какое точное количество монет которые осталось добыть я точно затрудняюсь ответить какое то число но по-моему мы уже добыли в районе 19 миллионов монет так что осталось всего чуть-чуть всего пару миллионов монет добыть которые будет невероятно сложно и вам нужно больше технологий чтобы сделать это по мере следования этой модели у нас есть периоды когда мы видим спекулятивный бум поскольку увеличение спроса приводит больше людей и в какой-то момент когда предложение стабилизируется люди решают продавать это просто феномен цикличности биткоин обычно действительно падает весьма серьезно на 80 на 90 процентов вы должны быть к такому готовы хорошо думаете ли вы что мы увидим еще одно обрушение с 20000 на 3000 долларов нет я не думаю так я думаю что если цена будет развиваться в этот раз в таком ключе как обычно то шансы скорее что мы увидим 100 200 тысяч долларов в этой волне что возможно случится уже в конце 2021 или в начале 22 года и потом мы уйдем в коррекцию но у нас сейчас есть некоторые различия с прошлым циклом до сих пор ценой двигал розничный инвестор биткоин это единственный актив которым двигали только розничные инвесторы но в этот цикл институционалы начинают двигать цену инвестиционные банки менеджеры по активам хедж-фонды и их приход безусловно повлечет за собой стабилизацию движения цены и уменьшение ее волатильности так что знаете мы можем и не увидеть больше коррекции на 90 процентов мы может увидим коррекцию в 50 процентов что будет абсолютно нормальным в сравнении с классическими активами в периоды медвежьего рынка